На карте Новосибирска появится имя самого известного архитектора города Андрея Кричкова в честь человека, построившего несколько десятков зданий, четыре из которых памятники архитектуры федерального значения и настоящие символы Новосибирска, назвали сквер. Вот такая скромная дань уважения. Переименовать в честь зодчего всю площадь Свердлова в январе этого года во многом не дали коммунистам. Изменится теперь и название набережной Аби. Обо всем по порядку расскажет Светлана Шуваева. Сквер расположен рядом с площадью Свердлова и, если судить по карте, гораздо больше, чем она. Здесь же установлен памятник архитектору. Решение назвать именно это место в честь Кричкова, кажется, примирило краеведов и коммунистов. Когда первые предложили переименовать площадь имени революционера в площадь имени градостроителя, вторые выступили категорически против. Мне лично очень непонятно и очень жаль, что политические интересы перевесили название переименования площади Свердлова и площади Кричкова. Потому что там никаких финансовых затрат нет, там народ высказался за. И, ну вот, тем не менее, решение было принято отрицательным. Ну, как бы чего не случилось. Впрочем, противники площади имени Кричкова уверяют – никакой политики. Лишь любовь к исторической справедливости и нелюбовь к любым переименованиям. Если бы краеведы предложили изменить название улицы Татьяны Снежиной, коммунисты были бы точно так же против. Я не против Кричкова. То есть не нужно смешивать две этих вещи. Против Кричкова и против переименования объекта некого, который имеет уже имя, и использование имени Кричкова для того, чтобы вот этот раздор в обществе спровоцировать – вот я против этого. А говорить, если о том, что он великий архитектор, о том, что он создал замечательнейшие здания в городе Новосибирске, но с этим спорить, я думаю, никто не будет. До сих пор на карте Новосибирска не было ничего, что напоминало бы о человеке, создавшем запоминающийся облик центральной части города. О его заслугах горожане знают, но в общих чертах. Ну, не очень, но знаю. Ну, например. Вроде был музыкантом. Дим, да ты что? Или писателем. Я все рассказывал. Это же архитектор. Ну, архитектор. Он построил вот этот вот стоквартирный дом в 1937 году, который победил на выставке в Париже. Различные школы построил в Новосибирске в свое время. В этом году Андрею Кричкову исполнилось бы 140 лет. В сквере его имени к юбилею установят памятную табличку, чтобы прохожие смогли больше узнать об известном земляке. Городская комиссия по наименованиям дала сегодня имя еще и набережной Аби. Теперь она официально называется Михайловской. В честь одного из основателей Новосибирска. Но не Гарина Михайловского, а другого, Константина Михайловского. Именно он был начальником строительства Западно-Сибирской железной дороги и решил, что мост будет построен возле Кривощокова. Светлана Шуваева, Дмитрий Кабанов. Новости здесь, Новосибирск.